ПЕСЧАНО Сегодня фестиваль расширяет свою аудиторию. В этом году соревнования освещают 22 юных корреспондента из Первомайского, Кытмановского и Троицкого районов. Каждый из них состоит в школьном медиа-центре. Стать информационными партнерами фестиваля ребятам предложил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Для того, чтобы внести свой вклад в развитие экстремального туризма на Алтае, юнкоры погрузились в работу редакции Бийского телевидения. Мы обращаем внимание на знаки припинания. Обязательно! Где точка, где запятая. А кому-то даже повезло попробовать себя в роли телеведущего. И завтра, по прогнозам синоптиков, нас ждет один из самых жарких дней. После погружения в телевизионную кухню юнкоры сами отправляются на съемку. Мне хотелось бы попробовать направление себя к корреспондентам, потому что я практикуюсь в этом направлении, но еще не так хорошо, как я считаю. То есть у меня еще есть где развиваться, где учиться. Всем привет! С вами на связи в медиа-центре «Есть контакт». Чтобы все увидеть, мы будем смотреть в четыре глаза. Наши корреспонденты оказали небольшую помощь в подготовке материалов для соревнований. А также ощутили на себе командный дух, когда несли раф весом около 20 килограмм. Хотелось бы, конечно, вернуться сюда еще много-много раз. Что мотивирует юных спортсменов? Как развивать экстремальный туризм на Алтае? На эти вопросы ребята пытаются ответить в своих репортажах. В этом году соревнования объединили около 300 участников со всего края. Также приехала команда из Монголии. Возможная информационная поддержка юных журналистов расширит географию фестиваля. Основная задача – это съемка, показать, насколько классен спортивный туризм, какие есть возможности у ребят, которыми занимаются, рассказать, о чем они мечтают. И, конечно же, заинтересовать тех, кто будет эти ролики смотреть. Каким будет эффект от этой синергии, мы узнаем через год, на следующих соревнованиях. Но уже сегодня зрители могут внести свой вклад, проголосовав за лучший репортаж о фестивале «Песчаная». Сюжеты школьных медиа-центров выставлены на сайте Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Профессиональные жюри, журналисты «Толка» выберут лучший репортаж с точки зрения подачи материала. А еще одна победа будет присвоена юнкорам за самое большое количество просмотров. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.